В прямом эфире программа Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в начале коротко о главном. Борьба с нелегалами. Оперативники провели очередной рейд по китайским теплицам. Последствия предпринимательства. Пенсионерку заставили платить долг государству, о котором она даже не подозревала. Совместить отдых и занятия спортом. В новом сквере Абакану установят уличные тренажеры. Строительные работы на территории республиканской больницы идут полным ходом. Напомним, на прошлой неделе здесь приступили к демонтажу старого терапевтического корпуса. Сегодня за происходящим наблюдал лично глава Хакасии. Кроме этого, Виктор Зимин посетил и новое здание лечебницы. Подробнее о ходе визита Юлия Константинова. Работы на стройплощадке идут полным ходом. Оценить качество, темпы, уровень безопасности, демонтажа аварийного здания. Одна из главных задач рабочего визита, временно исполняющего обязанности главы Хакасии. А еще наметить перспективы. На этом месте буквально в следующем году планируется начать строительство нового девятиэтажного корпуса стоимостью в 3,5 миллиарда рублей. Сумма большая, но основная сумма это оборудование. Там оборудование более 2 миллиардов рублей. А миллиард 300 строительной монтажной работы. В принципе, реально за два года вывести коробку и оснастить ее. Осмотрел Виктор Зимин и помещение нового корпуса, оснащенного самым современным на сегодняшний день оборудованием. К примеру, это эндоскопическое отделение без преувеличения соответствует мировым стандартам. Сегодня за Уралом практически не найдется лечебного учреждения, которое может сказать, что у них в комплекте есть этот пакет оборудования. Это и ультразвуковая диагностика, это и эндоскопическое оборудование, и электрохирургическое оборудование. Палаты интенсивной терапии, цифровой рентген-аппарат, позволяющий переводить изображение в компьютерное, чтобы врачу было удобнее читать снимки. Это только малая часть нового медицинского комплекса, в котором созданы условия и для врачей, и для пациентов. Михаил Баталов восстанавливается после серьезной травмы, поэтому по достоинству оценил перемены. Для кого, кто тяжело передвигаться, даже подняться самостоятельно не может, то уже поручень есть. Кнопки вызовами, сестер есть, душевые есть, что немаловажно. Не каждый может сходить помыться. В туалетах сделаны стойки, для тех, кто на инвалидных колясках ездит. Это удобно сделать. Кровати удобные. Пока серьезная проблема, теплый переход некоторых пациентов на процедуры в другие корпуса приходится возить по улице. В июле прошлого года главой было дано поручение построить данный переход. 15 июня заканчивается срок исполнения поручения, так что объект будет сдан точно в срок. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакаси. Работа кипит в эти дни и в районах. К примеру, в Аскиском идет массовое обследование населения на наличие туберкулеза. Мобильный флюорограф приезжает в населенные пункты регулярно. До конца года рентген легких смогут сделать жители даже самых отдаленных деревень. За один день специалисты могут проверить до 120 человек. Проводить обследование лаборанту-рентгенологу помогают местные фельдшера. В центре внимания врачей – больные с сахарным диабетом, люди с хроническими заболеваниями, неблагополучные семьи. В селе Усть-Есть, где накануне побывали специалисты, есть больные туберкулезом, в том числе один ребенок. Местные жители, как правило, стараются не упустить возможность провериться бесплатно. Минимум на сутки один из тепличных комплексов в районе села Ташиба остался без рабочей силы. В результате совместного рейда миграционной службы, прокуратуры и ОМОНа задержаны 25 китайских овощеводов. Мигранты находились в теплицах без документов. Подробности спецоперации в материале Виктора Лушникова. Правоохранители усиливают давление на жителей Поднебесной, занимающихся овощеводством на территории Усть-Абаканского района. Совместный рейд проводился неделю назад. По его итогам депортировали 12 китайских граждан. В этот раз рейд начался утром при соблюдении всех правил конспирации. И все же застать рабочих дома не удалось. При появлении полицейских машин они скрылись, даже не успев позавтракать. На месте остались лишь граждане, у кого документы в порядке. Тех же, кто решил поиграть в прятки, сотрудники ОМОНа очень быстро извлекли из теплиц сараев других укромных уголков. Набился полный салон полицейского Урала. Остальные по-русски вообще ничего не говорили. Документов при себе не было. Силовики в таких случаях действуют по накатанной схеме. Увозят жителей Китая для выяснения личности и последующего наказания. Согласно административному кодексу, во-первых, штрафные санкции, поскольку они работают на территории Республики Хакасия без разрешения на трудовую деятельность. В случае, если у них виза просроченная, то это, естественно, депортация данного гражданина с нашей территории. Сложность как раз в том, что паспортов у рабочих, как правило, не бывает. Документы находятся у предпринимателя, который нанимает овощеводов. Официально разрешено пригласить несколько десятков иностранцев. Но, по данным миграционной службы, их в Хакасии до полутора тысяч. Этой проблемой всерьез заинтересовались правительства Республики. При правительстве создана группа. Правительство там берет под контроль эту деятельность. Я думаю, что мы, ну не только ФМС, да, допустим, прокуратура, должны еще и специалисты по земле здесь принять участие и довести до какого-то логического конца вот эту вот деятельность по земле. Я думаю, если там подвижки какие-то будут, на выходе мы избавимся от иностранных граждан незаконно или с нарушением находящихся на этих теплицах. А пока комплексные меры только разрабатываются, силовики выполняют свою работу. Всех задержанных для выяснения личности доставили сегодня в миграционную службу и спецприемник. Тех, кто находится в нашей стране незаконно, депортируют. В прошлом году за пределы России выдворили более 400. В этом уже 70 нелегалов. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Дело хоккеистов Виталия Лабуна и Владимира Лештаева передано в Абаканский городской суд. Напомним, экс-капитан нашей хоккейной команды Виталий Лабун был задержан в ночь со 2 на 3 февраля при попытке сбыта наркотиков. Так как речь идет о крупном размере, спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее оперативники задержали и игрока молодежного состава команды Владимира Лештаева. Ему также инкриминируют сбыт в крупном размере. Он может отправиться в колонию на 15 лет. Все время, пока шло следствие, спортсмены находились под стражей. После этого скандала второй тренер команды Виктор Лабун и директор клуба Андрей Лабун были вынуждены подать в отставку. Главный тренер Сергей Лихачев, успешно работавший с командой в прошедшем сезоне, перешел в новосибирский Сепсельмаш. Хотя свой уход с уголовными делами против игроков он никак не связывает. Традиционно уже в июле хоккейная команда выходит из отпуска и начинаются тренировки. Однако до сих пор нет официальной информации, кто будет главным тренером Саяны Хакасия в новом сезоне. К тому же клуб покинули ведущие игроки, которые пришли в прошлом году. На сессии Абаканского гурсовета сегодня вновь зашла речь о пассажироперевозках. Этот вопрос был в числе организационных, однако неожиданно стал одним из главных. Администрация города предложила изменить регламент и увеличить время между конкурсами еще на месяц. Какая реакция последовала, расскажет Ольга Стильмах. Столица Хакасии давно стала полем для столкновений пассажироперевозчиков. За прибыльные маршруты идет жесткая борьба. Масло в огонь подливают конкурсы на муниципальные заказы. Регламент об их проведении соглашаются власти. Давно требуют не то чтобы корректировки, а полной замены. Между тем, любые поправки сами предприниматели расценивают как лоббирование чьих-либо интересов. Очередное предложение администрации увеличить межконкурсный период с 90 до 120 дней. То есть дать в запас предпринимателям 30-дневную передышку. Ни для кого не секрет, что в городе существует несколько группировок. Одна из них подала обращение по увеличению межконкурсного периода. Вопрос для перевозчиков, на мой взгляд, не принципиальный. 90 или 120 дней. Мы, еще раз подчеркну, нам удобнее пользоваться вот эти цифры 120. До предстоящего конкурса остался месяц. С поправками ждать останется еще два. Против таких изменений выступили сразу 19 предпринимателей. Они подписались под обращением к городским депутатам. Впрочем, среди пассажироперевозчиков до сих пор идут суды. Оспаривают результаты прошлых конкурсов. Обострять и без того острую ситуацию депутаты не решились. Вы, по-другому, вовлекаете нас в какие-то битвы группировок, как вы их называете. Я предлагаю этот вопрос отклонить. Проработайте нормально, вынести нормально положение конкурса. А потом вы будете принимать, кто у вас сегодня. 90 дней удобно, завтра у вас 120 дней удобно. В результате поддержали предложение 9 человек. 8 отклонили. Сроки оставили без изменений. Однако уже в июле депутаты рассмотрят новый регламент конкурса. А значит, вполне возможно, борьба среди предпринимателей вновь обострится. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Депутаты Горсовета Абакана не станут помогать дачникам Южного. Накануне обращения садоводов рассмотрели на комитете по бюджету и финансам. Напомним, в садовом товариществе «Южное» до сих пор нет воды. Дачники не могут справиться с ветхой системой водоснабжения. Прогнил трубопровод. А единственный насос всю весну пытались наладить. Средств на ремонтные работы не хватает. Впрочем, совсем недавно они были. Обществу выделили грант. Однако прежний председатель Анатолий Чучерин в прямом смысле прогулял миллион рублей. Оставив дачников без денег и без воды. Сегодня на сборы удается содержать лишь штат рабочих. Хоть заявку и подали, но на повторный грант от правительства в этом году люди даже не надеются. Поэтому за помощью обратились в городской совет депутатов. Но на сессию вопрос даже не вынесли. Вкладывать деньги в убыточное общество никто не будет. По сути затраты на ведение дел, на ведение хозяйства только, они составляют порядка более 780, если мне память не изменяет, тысяч рублей в год. При уровне доходов самого садоводческого товарищества от сборов 600 тысяч рублей. Ну, в таких условиях надо просто общество закрывать, по-видимому. Даже сколько бы ему не помогать, но это не в состоянии. Такая ситуация, что они сами проедают больше, чем они получают. Дополнительно что-то выделять из бюджета города Абакани при существующем таком дефиците, на мой взгляд, это нельзя делать. Между тем, как нам стало известно, дачники Южного собственными силами восстановили подачу воды. Но радость длилась недолго. Если старый насос починить удалось, то в этот раз течь дали трубы. Чтобы не затопить участки, воду вновь отключили. Завтра на сессию соберутся депутаты Верховного совета Хакасии. По традиции, накануне заседания спикер республиканского парламента Владимир Штыгашев встретился с журналистами и обозначил главные темы. Ключевых вопросов два. Первый – парламентарии внесут поправки в бюджет Хакасии. По словам Владимира Штыгашева, казна республики пополнится еще на полтора миллиарда рублей. Это федеральные целевые средства. Они пойдут в том числе на развитие сельского хозяйства, а также на переселение из ветхого жилья. Второй, не менее важный вопрос, коснется выборов главы Хакасии и депутатов Верховного совета. Завтра парламентарии назначат дату проведения голосования. Оно состоится 8 сентября. После того, как число официально утвердят, в нашей республике стартует весь выборный процесс. Партии, которые будут участвовать в выборах, они в это время, в течение, будем говорить, 20 дней проводят свои конференции, утверждают кандидатов в депутаты на одномандатные округа и по списку. В неприятную и достаточно спорную ситуацию попала жительница Абакана. При получении очередной пенсии Раиса Тарасенко недосчиталась тысячей с лишним рублей. Женщина начала выяснять причины, в результате чего вскрылись крайне неожиданные для нее обстоятельства. В ситуации разбиралась Наталья Гармашова. Продажей головных уборов Раиса Тарасенко занималась больше 10 лет. Со временем приняла решение дело свернуть. В январе 2011-го индивидуальное предприятие пенсионерка официально ликвидировала. Лишь спустя время неожиданно узнала о том, что имеет задолженность перед государством. За апрель месяц пошла сам получать пенсию. Смотрю, у меня на 1200 меньше. Я подумала, что мне за инвалидность просто забыли. Когда я обратилась в пенсионную, в соцзащиту, в чем дело? А с вас, говорит, сняли. В ходе разбирательств выяснилось, инициатором выступил пенсионный фонд. Между тем, Раиса Тарасенко уверена, никаких долгов перед управлением быть у нее не может. В январе 2011-го все, вплоть до копейки, выплатила квитанции все на руках. В фонде пояснили, уже после закрытия индивидуального предприятия по закону проводится проверка. В ходе нее и всплыл долг. Штрафные санкции применяются за несвоевременное предоставление отчетности. Конкретно в данном случае. Отчисления производились не вовремя, и сегодня опение, которое начислено за несвоевременное перечисление страховых взносов, то есть основного долга, как раз нами тоже и взысканно. Мне ни одной повестки не было на суд. Я ничего не знала буквально. И получилось, как говорится, бить меня, меня женили. Женщине ничего не оставалось, как пойти в мировой суд. Там пояснили, повестки регулярно направлялись, но, видимо, уходили по другому адресу. С 2004 года я прописана стафата 4-44. До этого времени мы были прописаны, то самое, Перетинская 29-52. Налоги я все проплачивала, согласно прописке. В 2004 году или в 2005 мы меняли ННН. Все это было зафиксировано. Информация о новом месте регистрации Раисы Тарасенко официально занесена в паспорт. Есть она и в управлении налоговой службы. К примеру, когда индивидуальное предприятие закрывалось, в уведомлении, которое женщина получила в налоговой, фигурирует адрес стафата 4. Однако в уведомлении о снятии с регистрационного учета, которое выдал пенсионный фонд, адрес Раисы Тарасенко указан совсем другой. Перетинская 29. Мы работаем только по выписке, там, где она жила по прежнему адресу. Даже если человек живет по другому адресу, он обязан корреспонденцию получать по прежнему. Это мы все с вами знаем. Откуда специалисты пенсионного фонда взяли это правило, для пенсионерки пока тайна. Сама же Раиса Тарасенко действовала руководствуясь буквой закона. Кроме этого, у пенсионерки есть вопросы и к суду, который мог уведомить должным образом ответчицу о процессе. Разобраться сегодня, какая из инстанций дала сбой, невозможно. Что касается штрафа, пенсионерка в праве сама продолжит разбирательство в суде. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Полицейские устанавливают личность женщины, которая подозревается в совершении преступления. По предварительной версии следствия, 27 мая на территории оптовой базы по улице Гагарина у жительницы Абакана из сумки был похищен кошелек, в котором находилась пластиковая карта с написанным на ней пин-кодом. Впоследствии с данной карты были сняты денежные средства. Сотрудникам полиции удалось выяснить, в какое время и в каком банкомате сняли деньги. Фотографию женщины, которая произвела данную операцию, вы видите на экране. Просьба всем, кто узнал на фото свою знакомую, обратиться в полицию по телефону 02. Конфиденциальность гарантируется. Еще один сквер появится в Абакане к концу лета. Строительство уже началось. Работы ведутся на перекрестке улиц Кати-Перекрещенка-Крылова. Причем новый объект будет предназначен не только для отдыха. Задумки автора в материале Алексея Баинова. Сегодня на перекрестке абаканских улиц Ерыгина и Крылова вовсю идет стройка. Очищена большая территория, завозится грунт, забиваются сваи, равняется площадка. Через три месяца, ко дню города, в Абакане появится новый сквер в память обывания Ерыгине. Сроки довольно сжатые. В течение трех месяцев мы должны построить издательную эксплуатацию сквер с фонтаном, с насосной станцией, парковочными площадками, асфальтовыми дорожками, благоустройством, озеленением. Все в полном порядке. Наш прославленный земляк Иван Ерыгин – обладатель самых престижных спортивных званий. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Первый абсолютный чемпион СССР. Трижды чемпион Европы, чемпион мира и пятикратный чемпион Кубка мира. В возрасте 33-х лет он возглавил сборную команду страны и до 1992 года ей не было равных на международной арене. В память о нем в Абаканском сквере, который будет носить имя великого спортсмена, решено установить около десятка уличных спортивных тренажеров для всех желающих. Мы закупаем эти тренажеры у одной красноярской фирмы. Они уже прислали нам коммерческое предложение по их стоимости. Они их будут поставлять и монтировать на нашем сквере. Стоимость объекта 11 миллионов рублей. В проекте предусмотрена 4-х метровая скульптура Ивана Ерыгина. Ее, кстати, подарят Абакану родственники спортсмена. А фонтан будет выполнен каскадом, который завершится олимпийскими кольцами. И это было последнее сообщение выпуска. Напомню, новости вы также можете узнавать на нашем сайте. Всего хорошего и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!